Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, а это Полина Аркелян. Наконец-то! Да, моя родная сестра, для тех, кто не знал, а знали все, я уверена. Сегодня мы снимаем для вас просто изумительный видос. Во-первых, потому что мы не планировали его снимать, и буквально вчера утром мы поняли, что мы обязаны снять для вас это видео. Полина, расскажи поподробнее вообще, что за ролик. Ребята, дело было так. Мне было 7 лет, Карине было 13 лет, и нам нечем было заняться на даче в Челябинске. И мы решили сделать коробочку в будущее, которую мы распакуем через 10 лет. По крайней мере, мы надеялись, что мы распакуем хотя бы через 10 лет, как я помню, да? Да. Мы оформили эту коробочку, написали, по-моему, письмо, когда еще жили в Челябинске. И мы про это забыли, как бы мы уже сейчас живем в Москве, и недавно к нам прилетала бабушка из Челябинска. И отдала нам эту коробку, которую мы заполняли, оформляли и писали письмо туда, как я помню, очень давно. Короче, я не знаю конкретно, сколько лет прошло, но помню, как мы с Полиной постоянно на летних каникулах и вообще на даче оформляли всякие личные дневники. Уничтожь меня, помнишь? Очень много было всяких вот этих моментов. Игра, помнишь, как она называлась? Игра, в которую мы играли с тобой? Шпионы. Шпионы. У нас с Полиной была игра шпионы, когда мы делали из конструктора свои собственные всякие пульты, и на них прикрепляли всякие а-ля кнопки, и гуляли по улице, и рассказывали друг другу, что эта кнопка означает. Типа, эта кнопка сейчас превратит вот эту траву в желтую. Типа, вот эту вот всякую фигню. Я управляю водой, а ты там землей, там, я не знаю, или огнем. Очень много воспоминаний, и нам недавно бабушка передала коробку, внимание, вы сейчас офигеете, коробку, которую мы с Полиной создавали вместе, когда жили на даче, и отдали эту коробку бабушке на хранение, и тупо забыли про нее. Поэтому, ребятки, вы обязаны досмотреть это видео до самого конца, потому что сегодня мы максимально окунемся в прошлое, и, возможно, даже посмотрим, что на моем канале еще есть, что мы можем посмотреть. Наши старые видео с лесного острова. Да, есть очень много скрытых роликов, которые вы не смотрели и не видели, я уверена, на которые мы не реагировали, и, к тому же, вы любите рубрику, где мы смотрим старые ролики, поэтому мы убьем двух зайцев одновременно. Я очень рада, что есть такая коробочка. Я еще помню, я на своем канале распаковывала тоже коробку, которую я делала самой себе в будущее, поэтому, ребяточки, ставим лайки, подписываемся на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что, не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного, и будете натыкаться на мои видео. На наши видео еще не один раз. Нажимайте куда? На колокольчик! Да, чтобы смотреть ролики первыми и не пропускать премьеру. Сейчас мы вам это все покажем. Все, ну давай быстрее. И нам очень интересно. В общем, поехали! Сразу, что мы видим на этой коробке, это скраб-бумага, которой у нас было очень много. У нас было скраб-бумаги всякой цветной, со всякими рисуночками. Мы делали постоянно какие-то конвертики, складывали туда, коллекционировали наклейки. То есть мы с Полиной постоянно занимались вот такой вот брехней. И тут написано, посылка в будущее для... Для Полины и Карины. Причем название, это, я не знаю, это, по-моему, распечатка какая-то тут написано. Название. Да, мы папу на работу, когда посылали, у него там прибыль на работе. И мы просили папу с работы нам распечатать картинки. Да, и тут написано, название Аракеляны. И причем вы сейчас поржете, мы же с Полиной увидели вообще, как коробка-то выглядит. Как бы мы над этим уже капец, когда она поржали. Обратите внимание, фотографии вы сейчас видите, чтобы вы также вместе с нами смотрели на, как сказать, лицевую сторону вот этой коробочки, послание. Это, я так понимаю, наши подписи с тобой прекрасные. Поль, это что, знак бесконечности? Это моя подпись, но я вам, ребят, честно скажу, моя подпись вообще не поменялась. Типа, просто взяла, имя Карина обвела и все. Ну, а что вы, ребят, думали, в 7 лет роспись какая у ребенка должна быть? Ты уверена, что в 7 лет мы это ставили? Получается, ты сказала мне 13, да, было эти на 6 лет старше? Короче, хрен его знает, когда мы делали эту коробку. Но я помню, что вот именно в этом возрасте мы с Полиной постоянно что-то оформляли и делали, поэтому я ставлю на такой возраст. Все, естественно, обмотано скотчем. Посылка пахнет бабушкиной квартирой. Да. Короче, мы сейчас это все откроем и посмотрим. Я подготовила ножницы. Ты готова? Нет. Я готова. Ножницы тоже бабушкины, кстати, с детства. Нормально, короче. Открываем. Зачем мы так замотали? Так, я не хочу портить, поэтому, чтобы это у нас все осталось. Мне интересно, ты вообще помнишь, что там было-то? Сейчас, подожди. Давай вот поставим вставки, что ты думаешь, что там. Я думаю, что... Но там есть письмо, точно. Ну это не... Давай по одному скажем, что там было, придумаем. Стопудово есть моя подделка из резиночек. Это сто процентов. А я думаю, что там будет какой-то мусор. Мусор? Да, потому что... В смысле, почему мусор? Потому что я считаю, что мы туда складываем. Мы с тобой решили сделать уничтожь меня еще в коробке. Ты прикинь, оттуда сейчас какие-нибудь тараканы унесут. А, реально. Блин, не подглядывай. Я уже увидела что там. А я не увидела, я видела что-то цветное. Итак, ребятки, мы вам сейчас покажем все. Вы готовы открыть эту коробку вместе с нами? Давай на счет три вместе, а ты тоже. Раз, два, три. Итак, ребята, я буду держать вот так вот коробку. Я хочу, чтобы вы обратили внимание вообще на все то, что там лежит. Я сейчас, если честно, в шоке. Я сразу же вижу письмо. И оно уже... Она тоже, видишь, розоватого цвета. Давай его оставим на конец. Давай. Потому что, блин... Давай посмотрим, что мы положили. Я вижу привет Полины и Карина. Короче, все-все-все, убираем. Убираем письмо. Итак, смотрим, что у нас дальше есть в этой коробочке. Обращаем внимание на книгу. Ты что в руки взяла? Я кинетический пластилин. Он не протух, то мы его откроем. Наверное, протух. Тут отпечатки моих пальцев поставили с детства. А, прикинь, прикинь. А что мы с тобой не додумались до этого вообще отпечатки наши поставить? Точно. Было бы вообще прикольно. Ну тут реально вот следы, как я легила маленькие. Но тут кинетический пластилин, как бы он уже чуть-чуть потрепанный жизнью, я так понимаю. Потому что он каменный. Он тупо застыл. Ребят, смотрите, кинетический пластилин тупо застывший. Но тут воспоминания, тут отпечатки. Смотрите, ребят. Тут Полина просто как бы лепила вот так вот. Это как лизун, да? У тебя же лизуны тоже в этом возрасте были. Как бы тут еще есть Полинина отпечатки, поэтому портить мы не... Охренеть, слушай. Ты прикинь, сколько времени прошло. По письму мы с тобой сможем понять, сколько времени прошло. Да. Или может по книге. Ты помнишь вот эту книгу, которую я достала? Когда ты ее читала? Мне ее бабушка читала как раз. Типа я еще маленькая была. Не ты читала? Да, это не я читала. Я перед сном ее просила мне читать эту книжку. Вот эта книжка. Новые приключения кота в сапогах. Евгений Шварц. Офигеть. Библиотека школьника. Ты прикинь? Я сейчас расплачусь просто. Она не пахнет дачей книга? Нет, не пахнет. Жалко, что мы дом уже продали на даче, ребята. Сейчас живем в Москве. Это капец как грустно. Так, книга понятна. Может быть мы в книгу что-нибудь положили? Нет, в книге ничего нет. Нет, смотрим дальше. Что ты хочешь достать, Полин? Я вижу огромное сердечко, которое мы с Кариной раскрашивали полчаса. Да, да, я начинаю вспоминать. Мы с Полиной на огромном листке А3 или А2, да, он, видишь, как он плотный, как карточка. Мы с Полиной нарисовали сердечко. Нет, сердечко скорее нарисовала я, разукрашивала уже ты, потому что тут видно, что что-то... Мы вместе разукрашены. Разукрашены через жопу. Так, Карина, тогда это ты разукрашивала. Ну, сердечко ты так ровно не могла нарисовать. Ну, в принципе, даже я бы не сказала, что сердечко ровное, но, в принципе, симпатичное. Мы это так, с любовью, так сказать, нарисовали это сердечко. Оно очень симпатично выглядит. Разукрашенное, сами видите, как. Ну, блин, прикольно. Как бы я помню, я вообще раньше была помешана на сердечках. Да, я помню, я Карину всегда просила нарисовать мне сердечко. Да, Полина просила, и она как бы их разукрашивала, вырезала. Так что на сердечках в том возрасте у нас была лютая помешанность, поэтому мы не могли не сложить сердечко. Офигеть. Жалко, что мы на обратной стороне, конечно, ничего не написали, но в любом случае у нас есть письмо. Такое вот сердечко. Давай смотреть, что у нас лежит в этой коробке далее. Так, ты уже вытянула, давай посмотрим. Нет, это посмотрим потом. Это я уже поняла, что, но мы прокомментируем потом. Давай по книгам, по скучному, по самому. Почему по скучному? Знаешь историю этой книги? Я-то знаю, Полин. Весна для влюбленных. Большая книга романов для девочек. Карина в 13 у нас была влюблена по уши и читала эту книжонку. А в кого я была влюблена? Во Владика. Я, ребят, снимала видео про свою первую любовь, и я реально влюбилась, блин, прикинь. Тебе еще год, и ты тоже влюбишься. Так, ты уже по рабу, Поличка? Ох, нет. Я вам сообщу, ребят, спалю Полину, когда она влюбится. Так, нет. Спалю, спалю. Нет. Спалю. Мне интересно, когда Полина будет первой любовью. У всех же все по-разному. У меня вот в 13 лет была. И я помню, я увидела эту книгу Толи Башани в каком-то, в общем, продуктовом магазине, когда мы с мамой затаривались на дачу. Охренеть. Я ее еще потеряла, я ее хотела найти. У тебя по стеллажам рылось, помнишь? Недели две назад. Офигеть. В общем, вот такая вот книжонка. Очень яркая, красивая. И я прочитала несколько страниц и поняла, что книги это не мое. Но там, по-моему, описывался тоже какой-то роман. Я сразу же, типа, весна для влюбленных. Вдруг там будут такие же чувства, какие испытывала я. То есть у меня прям были вот такие воспоминания. Обычная книжоночка такая вот. 12+, как раз таки я такая смотрю. 12+, но мне можно, тебе, кстати, тоже уже можно. Хочешь почитать? Да, спасибо. Как влюбишься, почитаешь, в общем. Такая книга, ребята. Переходит из поколения в поколение. Да, да, да. Потом ты дашь еще кому-нибудь эту книгу. Так, доставай твоя очередь. Шарик. Думай, там вода уже протухлая, наверное. Да нет, у нас с собой все протухло. У нас с Полиной вообще вот повернутась немного на тухлых продуктах. Мы постоянно там, если два дня какому-то блюду, у нас лежит это в холодильнике. И такие, протухло. Протухло. Однозначно протухло. Поэтому, поэтому как бы, да, вода в этом шарике тоже... А это мы в Дубай ездили. Да, да, в Дубай. Это вообще капец как давно, потому что у нас еще на даче это стояло. Помнишь сколько? Я родилась тогда, когда она попала. Нет, мы ездили, ты еще была прям маленькая-маленькая. Тебе годика 4 было. 3, да, где-то так. Прикиньте, ребят, вот этот шарик. Так мы его даже не купили. Капец, ребят, вот этот шарик. Я в детстве, когда мы пришли в сувенирный магазин, нечаянно разбила вот такой вот маленький шарик с точно таким же маслицем внутри. И я думала, что сейчас нас заставят платить, но ко мне нерусский мужчина подошел, вот продавец, просто подарил мне новую, сказал, выбери, не расстраивайся, потому что мне родители говорили, Карина, ничего не трогай, разобьешь, Карина, ничего не трогай, разобьешь. И я роняю, и я понимаю, все, мне жопа. И я понимаю, что я разбила, у меня начинается истерика, ко мне этот мужчина подходит, говорит, выбери любой, не расстраивайся. Ну, типа, на английском языке, понятно, типа, вручил мне. Ну, блин, а ты прикинь, какие вы спины? Ну, Полина, ты, наверное, не помнишь. Не, я не помню, но, блин, это очень круто. Это 10 лет этому шару считаю. Да слушай, слушай, реально, офигеть, ты прикинь? Ну, короче, где-то вот так, такой вот шарик. В принципе, они хранятся очень долго. Такая вот красота розовенькая. Откладываем, смотрим дальше. Моя очередь. Естественно, я была права. Поговорим с вами о подделочках из резинок, мои дорогие. Посмотрите, сколько тут подделок. Ну, немного, естественно, но две, и я как раз-таки их давным-давно потеряла. Вот эта была из паленых резинок, не из Рейнбулу настоящих сделана, а была из просто резинок, которые я купила в каком-то то ли в этом фикс-прайсе, то ли где. А вот эта снегурочка у меня не получилась, и это две подделки, которые, в принципе, мне были нахрен не нужны, и поэтому я их решила свалить в коробку. Я на тот момент очень дорожила с этими подделками, поэтому свалила то, что у меня толком не получилось. Это из паленых резинок, а это как-то снегурочка без лица. Красивая снегурочка. Класс вообще. Я хочу, ребят, чтобы вы обратили внимание на то, что эта снегурочка без улыбки, без лица. Вот с лицом я накосячила дико, и у меня оно не получилось, но при этом платье. Я из резинок сделала очень круто, ножки. Ну, Карина прям плела. Вот всегда вот у нее была целая коробка, огромадная просто, с резинками, со всякими станками. Сидела целыми днями. Тихо, я плету, не отвлекай. Да, так я прям сосредоточена была. И такая, на двух пальцах вот это вот все переплетала. Да, это вот эти вот всякие браслетики, которые я... Вот это было прям мое дикое увлечение, которое я обожала. То есть я могла плести часов пять, не пить ни воды, не кушать. Мама уже говорит, Карина, пойдем поешь хотя бы. Говорю, я не могу отвлекаться. Я там плела сову такую большую, у нее прям поролона напихивала. Это было лютое увлечение, и я уже забыла про то, что я делала эту снегурочку. Но, блин, это такая память, такая красота. Я думаю, ребят, что я разыграю как-нибудь для вас свои поделки, потому что у меня еще в верхнем ящичке их очень много. А про эти я реально забыла. Ну что, далее, Полин, про мусор ты угадала? Возьми у нас. Кстати, ребят, реально, про мусор я угадала. Засушенная от мандаринки, протухшая, как мы говорим. Да, вот тут реально протух. Слушай, ну так-то кожура от мандарина, она не воняет ничем. Ну да, кстати. Она просто уже под сухарь вся. Посмотрите, это тупо сухарь от кожуры от мандаринки. Я так понимаю, мы с тобой зимой это все дело делали, да? Сможно. Не помнишь? То ли лет, то ли зимой, я не помню. В общем, от мандаринки просто кожурка. Это так, для придания атмосферы. И мы, наверное, думали, что мы ее откроем, и у нас все будет пахнуть мандаринами. Передадим атмосферу. Я вот вспоминаю, мы, походу, зимой с тобой это все делали. Да, да, да. Перед Новым годом, Данка. Скорее всего. Это комментировать мы не будем. Продолжаем дальше. Что ты видишь, моя дорогуша? Что ты хочешь достать? Я вижу станок, на котором, собственно, и плела Карина из лесиночки. Это даже не станок, это какой-то незавершенный станок, потому что этот станок был из трех вот этих вот звеньев, так сказать, и был закреплен нижними частями, чтобы ничего не разваливалось. Часть, короче. Часть от станка, так сказать, поделилась своей жизнью чуть-чуть. Капец, ну блин, я так обожала это увлечение. И тут даже остался станок. У меня он есть, но я думала, почему где эта третья часть, я не могла вспомнить. Капец. Окей. Достаем далее обычная резиночка. Резинки, которые по сей день актуальны. Обыкновенная. Я ей завязывала свои волосы. Так что вот такая вот красотень, дорогие. На удачу. Да, на удачу. Следующее, что я хочу достать, это, я так понимаю, нам бабушка Наташа дарила, правильно? Да, 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 да. В общем, вот такая вот лягушечка с монеткой во рту, так сказать, на удачу. Нам бабушка Наташа по маминой линии, ну то есть мамина мама, которая вот как раз таки передала нам эту коробочку, она нам постоянно дарила всякие вот такие дарит до сих пор. Вот такие всякие статуэтки. Вот, ребят, недавно бабушка приезжала, подарила. Чтобы вы понимали, в каком стиле нам бабушка дарит подарки, вот такого вот ангелочка тоже подарила бабушка. Вот эту мышку нам бабушка подарила то ли на 2020 год. Короче, на год крысы. Да. Вот это на День Святого Валентина года два назад, а вот это вообще капец как давно. То ли на Новый Год, то ли чё. В общем, на удачу. И нам так эта штучка понравилась, она стояла. И мы понимали, что мы либо потеряем, либо что. В общем, мы дорожили, мы знали, что в принципе нужно сохранить эту лягушку, ещё дать бабушке. Бабушка знала. Она сказала нам сфотографировать, что там остался какой-то её подарок. Потому что когда мы ей давали эту коробку, помнишь, что мы ей сказали, типа, бабушка, забирай. Там, кстати, мы ещё в послании будущей положили твой подарок, который точно сохранится. Ты помнишь? В общем, вот такая вот лягушечка. Это просто капец. Так, ребяточки, я вижу Кармекс. Бальзам, который актуален всё ещё. И это Каринин бальзам, который она мазала на ночь, мазала днём, мазала утром, мазала вечером. Наносила, мазала странно звучит. В общем, вот Кармекс реально уже подванивает чуть-чуть. Но он там всегда пахнет. Нет, чуть потухший. Да как бальзам-то потухший? Ну, я не знаю, он какой-то... Ну, им лучше губы не мазать. Спит-то столько лет. Нафиг надо, у нас полиэтаги гигиеничек много. Да, я обожала Кармекс. Я помню, как у меня прям была мечта купить Кармекс. У меня вообще не было денег. И я увидела, что он стоил, по-моему, на то время то ли 300, то ли 350, 400 рублей. В библиоглобусе на третьем этаже фокусе в торговом центре. Я прям хотела. Или это четвёртый этаж фокусе, не помню. В общем... Там четыре этажа всего не было. Не было? Вроде да. Я не помню. Ну, в общем, Кармекс. Ну и, соответственно, Пулиночка, вытягивай, куда сейчас тянется твоя рука. Наконец-то я достала это, ребята. У этого отдельная история. Это игра. И когда нам мама запрещала сидеть в телефонах, так как мы это делали очень много, 24 на 7 не сидели с Кариной в телефонах. Да-да-да. Мы играли вот в эту игру. И как раз-таки, я думаю, вам объяснять... Ой. Вам объяснять не надо, что это за игра. Ты просто нажимаешь на кнопочки и пытаешься колечки, которые там с помощью вот этой жидкости перемётываются, так сказать, надеть на вот эти вот шпажки, которые внутри. И эта игра мы прям сидели, залипали. Кто больше... Помнишь? Мы сидели тупо с тобой в зале на диване. Кто больше наденет? Нам давалось... Да-да. Да, и вышел банк. Точно. Реально, ребят, тут офигеть. В общем, вот такая вот штучка. Но они продаются сейчас тоже, да? Не думаю. Не, они продаются. В общем, офигенная игрушечка с рыбками. Очень крутая вот такая вот красотень. Ну и дальше у нас там уже на донышке воспоминания. Это у нас что такое я достаю. Это лап, который у нас уже закончился. Он высох, естественно. Всё у нас тут засохшее. Тупо кисточка. Смотри, ты не помнишь, что я просто... Это у меня мама всегда ногти красила этим лаком. Да? У нас с Полиной была своя коробка, в общем, на даче. И там было очень много всяких лаков. Я разрешала какие-то лаки Полине брать, а какие-то нет. Там я постоянно красила ногти, отращивала их. Типа у меня ещё не было вообще никакого наращивания. Только потом, когда уже, наверное, закончили зимние или какие-то каникулы, моя мама разрешила впервые нарастить ногти. Или когда я отрастила свои ногти, сломала один из них, и мама разрешила мне его нарастить, один ноготь, а потом после этого начала наращивать полностью. В общем, вот такой вот лак. В принципе, как бы с лаками у нас отдельная история, поэтому как бы... Лак... Я знаю, что вспомнила. Я тоже вспомнила. Браслет, ребята, из камушек. Мы с Кариной играли так же, как... Придумывали, придумывали, придумывали. Бабушка Наташа нам подарила вот этот браслет. То ли это её был браслет. И мы, короче, с Полиной нам очень понравились эти разноцветные камушки. Нам Наташа... Бабушка ездила. То ли в санаторий она ездила, то ли куда. Это какие-то натуральные камни. И мы с Полиной придумали, что, короче, каждому камню мы дадим своё особенное свойство, да? Да-да-да, способность. Типа... Типа, например, вот этот камень на удачу. Это на деньги. Это ты вот сейчас нажмёшь, и там у тебя удача там будет просветывать. Деньги насыпятся на голову. Да-да-да. Прикиньте, ребята, какие мы были фантазёрки. Вот этот я надену. Ты резинку надела, я надену этот удачный. Но он уже потрёпанный, конечно. В общем, вот такой вот браслетик мне как раз под кофточку. Ну и, в принципе, что у нас тут остаётся? Я вижу на дне опилки. Опилки. У нас был шиншилл. Нам пришлось отдать эту шиншиллу. Потому что у меня аллергия на тот момент началась. Я просто начала постоянно кашлять, чихать. Мила очень сильно, наша собака, начала злиться на шиншиллу. То есть мы не могли даже подойти к клетке. Мила очень сильно ревновала. И она просто как бы грызла эту клетку, гавкала постоянно. Да, и Шуня боялся. Да, Шуня боялся. Поэтому нам пришлось отдать. И, в принципе, давай не будем о грустном. Тут у нас ещё есть вот такие вот, так сказать, мозаики. Которые мы с Полиной просто обожали. Помнишь, мы утюг мамец сломали? Помню. Мы с Полиной с помощью вот этих мозаик, мы из них делали вот эти вот всякие штучки. И за счёт того, что они пластмассовые, нужно было через специальную бумагу вот так вот приложить. Они спаивались между друг другом. И получались всякие... А мы без бумаги это делали? Я думала... И сломали утюг? Да, не сломали. А мы просто... К утюгу прилипла вот эта вот штука. Она начала плавиться. Потому что мы делали не через бумагу. Идиотки с мамой не поговорили, не посоветовались. И сломали тупо утюг. Ну, естественно, потом это всё хрен отмыть было. И причём, ребят, если вы не понимаете, о каком наборе идёт речь, Вот фотография. То есть вот такие вот всякие мозаики. Ты их вот так вот собираешь. Утюгом вот так вот прифигачиваешь. И получаются вот такие вот подделки. Очень круто. Ну и, соответственно, у нас тут остаётся какая-то монета арабская. Последняя монетка. Ну, обычная, короче. Это, наверное, Семиратов тоже. Вот такие вот наклеечки. Ну и вот такие вот... Это мне подарила Марго! Моя подружка с лесного острова. Она мне подарила, когда мы уезжали оттуда. Ты забыла про кое-что поинтереснее, дорогая моя. Да-да-да! У нас есть письмо, которое мы сейчас прочитаем. Поехали. Ну, почерк, в принципе, у меня не поменялся. Какой у меня был в этом конкурсе, точно такой же у меня и остался, в принципе. Привет, Полина и Карина в будущем. Надеемся, что у вас всё хорошо и вы больше не ссоритесь. Сто процентов у вас есть лучшие подруги. У Карины, наверное... У Полины, наверное, Марго. Марго! А у Карины Лиза или Ари... Офигеть! У Полины Марго, а у Карины, наверное, Лиза или Арина. На тот момент я очень сильно поссорилась с Ариной, с лучшей подругой, которая у меня по сей день, естественно, есть. Ариночка, если ты смотришь это видео, я тебя просто обожаю. А мы с ней уже как 12 лет, не разлей вода. Вот мне 18 лет исполняется буквально через 3 недели. И ко мне прилетает Арина, я обязательно вас с ней познакомлю. И Арине в пятом классе... Да, в пятом классе пришлось переехать, и она перевелась в другую школу. Я в этот момент целый год общалась с другой девочкой, которая меня подставляла, предавала. Я считала её лучшей подругой. Арина на меня обиделась, потому что сама нашла себе там какую-то подругу. И, в общем, за счёт ревности мы с ней год не общались. Вот. Ну, у тебя, естественно, уже не Марго давно, правильно? Ну, мы с Марго перестали общаться, но мы с ней поддерживаем сейчас общение. Так, знаете, привет, привет, как дела? Чё, хорошо? Чё, реально? Она, кстати, всё ещё в лесном острове живёт. Да, да, мы с ней реально общаемся сейчас. У Карины, наверное, уже очень большая дружная компания друзей на даче. Без этих всяких Ксюш. А я рассказывала ребят про Ксюшу, которая девочка удалила все мои ролики на канале. А Полину уже давно отпускают на ночёвки к Марго. Да, да, отпускают на ночёвки к Марго, но не к Марго. Офигеть, да, отпускают. Марго я даже ни разу не отпевала. Сейчас отпускают к Дашне, я поночевала в итоге ни разу. Нет. Полину не отпускали в том возрасте на ночёвки, поэтому так и не удалось. Потом мы переехали, как бы, поэтому... Ну, кстати, ребят, ответ на этот вопрос про лучших подруг у меня самая лучшая Дашечка. Фамилия. Которую я очень обожаю. И к ней меня отпускают на ночёвки. Ну, естественно, наша компания давным-давно распалась, через год, наверное, после написания даже этого письма, как я понимаю, потому что, ну, мы были детьми. Прошло время, и кто-то переехал вообще с острова, кто-то по сей день там живёт, но им неинтересно уже общаться между собой. А ещё, ребята, у меня есть лучший интернет-подруга, с которой мы дружим уже почти 4 года. Сусанна. Да, Сусанна, с которой мы общаемся уже почти 4 года, и так ни разу и не увиделись. А живём мы в разных городах. А где она живёт? В Нижнем Новгороде, а я живу в Москве. Мы с ней общаемся по видеосвязи. Каждый день. Очень давно, каждый день по 2 часа. И ни разу не виделись, а познакомились мы в приложении Квай 4 года назад. Вот она дружба. Ну что, читаем дальше. Наверное, у Полины уже есть свой канал, и там больше 5 тысяч подписчиков. Да, у Полины есть свой канал, только там уже больше 100 тысяч подписчиков, ребят, чтобы вы понимали. И там несколько видео, за которые мне стыдно. Ну, в принципе, Полина решила, что она будет отдавать себя полностью приложению ТикТок, Инстаграм, Ютуб. Пока что не особо ей интересен, потому что она и так принимает участие у меня в роликах. Правильно я понимаю? Капец, ты прикинь, вот это письмо вообще я сейчас... Я его хочу в рамку поставить. Да. Или у вас есть совместный? Ты не дочитала? Там вопрос. Нет, совместный канал мы с Полиной, кстати, думали в этом возрасте создать. Но как бы зачем совместный, если и так на мой можно все забывать? Карина, мы надеемся, у тебя уже много подписчиков. Ну, или хотя бы ты не забросила канал, и у тебя есть хоть 10 тысяч. Я на тот момент ходила, я не знаю, я не помню, сколько у меня было подписчиков. Но раз я тут мечтала о 10 тысячах, то где-то тысяч 5-6. А у Карины сейчас 2 миллиона 700 тысяч. Ребят, давайте уже 3 лямчика добьем, чтобы прям вот была такая красивая цифра. Я вас люблю, спасибо вам за то, что вы есть. Читаем дальше. Наверное, вы уже нашли себе парней и влюбились. Надеюсь, у Карины Влад и у вас все хорошо. Ну, как бы у Карины немного не Влад, а как-то получше у нее парень. Ну да, конечно. У нее сейчас Рустамчик, у меня, конечно же, никому нету. Да, я думала, ты сейчас скажешь, что у Карины, конечно же, Рустамчик. У меня... Я такая, чего? Читаем дальше. Не знаем, когда вы откроете наше послание, но надеемся, не раньше, чем через 2 года. А мы через сколько в итоге открыли? 5 лет, короче. Примерно, да. Мы в вас верим и знаем, что у вас все получилось. Карина, не обращай внимания на злые комментарии, а ты, Полина, должна слушаться Карину. Ну, конечно же, ты же ты писала. Да, я написала, даже Полине, наверное, не сказала, что я написала. Типа, чтобы она слушала себя некоторое время, такая... Так, нужно слушаться Карину, но раз это послание в будущее, я реально буду... Что, будешь слушаться? Иди, ты знаешь, куда? Итак, следующую сторона читай. Надеемся, что в Челябинске у вас многое изменилось, и в городе, наконец, достроили торговый центр! А там какой? Алмаз торговый центр строили? Да, 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 там строили алмаз. Или не алмаз? Алмаз-алмаз. В общем, что-то строили, и, в принципе, достроили сейчас. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, и на этом письмо у нас почти что обрывается. Тут еще, как я понимаю, два вопроса. Карина, ты отрастила волосы? Ну, почти. У меня тогда длинные были, и я вообще не хотела, помнишь, их трогать? Вообще не хотела. Да, ну, я как бы сейчас отращиваю, можно сказать, что да, отрастила. Они такой же длинные, какой были еще в том возрасте. Но была ошибка, я стригла волосы, я вам рассказывала, у меня прям было каре. И, Полина, тебе вопрос, читай. Полина, ты купила себе новый iPad? Ребяточки, уже купила три себе новых iPad, а три раза с того момента их сменила. У Полины просто, она обожала iPad, она играла в мамин iPad, она обожала всякие игрушки, там, тока-бока. Мы в Майнкрафт играли по сети вместе. Но мы до сих пор можем иногда, если нам нечего делать, поиграть. Ой, мы уже год не играли. Короче. Надо исправить. Капец, нужно реально исправить. И тут написано. Короче, мы желаем вам счастья и знаем, что все будет хорошо, как сейчас, если вы нарисуете эти рисунки. Так, ребята, внимание на фотографию. Рисунки наши. Вот так вот можете посмотреть. Фотка, естественно, сейчас на ваших экранах. Тут написано Карина и Полина. Как Полина рисовала в 7 лет, и как я рисовала... В принципе, я рисую сейчас точно так же. Я рисованием занималась максимум полгода, и то ходила в Центр детского творчества в начальной школе. Да, я нарисовала Миланю. Почему я лысую себя нарисовала? Может, это ты меня нарисовала лысую? Нет, вот видишь, Карина. Может, у тебя волос тогда не было? Нет, ты что в 7 лет бурю? Да я шучу, ты что? В общем, мы нарисовали рисунки, чтобы у нас все было хорошо. И, как вы видите, у нас все хорошо. В общем, мы это письмо обязательно поставим в рамку. Это капец, какая память. Ребят, это просто трэш. Я предлагаю сейчас, как мы вам и обещали, быстренько посмотреть один из наших роликов. Просто какой-нибудь, который мы еще с вами не обозревали. Буквально две минутки вспомнить, какие мы были для завершения. Ну и будем подходить к концу. Погнали. Внимание, мы с Полиной выбрали ролик. Он в открытом доступе, который, кстати, набрал дофига просмотров. Четыре года назад. Шокг. Учим сестру сленгу. Карина Полина. Четыреста восемь тысяч просмотров. Офигеть. Смотрим. Всем привет, меня зовут Карина. А это и есть сестра Полина. Какая ты малышка. А что у меня с зубами было? Ну так это еще молочные, наверное. Или только начали расти. Как только начали расти, ты что? Офигеть. Начинают в три года расти. Какой смысл с тобой тут эти... Ты красивая, я какая-то, я не знаю, чебушила. Наоборот. Я опять же решила снять видео со своей сестрой. Угу. Сегодняш... Угу. Видимо, мы будем учить мою сестру сленгу. Для тех, кто не знает, что такое сленг, сленг это часто употребляемые слова, которые используют подростки. Для тех, кто не знает, что такое сленг, это часто употребляемые слова... Часто употребляемые слова, которые используют подростки. Это я тупо нашла определение в интернете, чтобы поведриваться умными фразочками. Сленг это часто употребляемые слова, которые используют... К примеру, лол, кек и так далее. В этом блокнотике у меня записаны сленги, которые я знаю и употребляю чаще... Записаны сленги. Да, вот я записала, чтобы употреблять их Ага, боже мой Вообще всего в своей речи То есть я буду говорить какое-либо слово, она должна будет сказать, как она думает У меня идея, давай вот ты сейчас будешь говорить сленг, а я буду, а будем сверять Я сейчас знаю эти слова? Давай, давай И мы начинаем У тебя все видео в таких треках модных Так, Полина, как ты думаешь, что означает слово зырить? Зырить, смотреть Как сложно А ну-ка, ты знала или нет? Ти, господи, ребеночек растерялся Растерялась малышка, посмотри на свое лицо Что такое зырить? Что такое зырить? Я думала, зырить это когда ты, например, что-то смотришь Ну, да, угадала А ты думала, что означает слово облом? Я думала, что слово облом Облом, ну типа облом Ну типа облом Облом, обломалось Обломалось, ничего не получилось Это означает, что ты, например, что-то такое сказала, а другой человек говорит облом Такое определение у тебя Чего я ничего не поняла? Что такое привет? Ну это когда один человек сидит, и второй подходит, говорит ему привет А-а-а, вот значение Слово облом означает неудача То есть когда тебе не везет, в чем-то ты просто употребляешь это слово Меня напрягает вот это слово Когда ты говоришь облом, тупо употребляешь это слово Берешь и выжрешь тупо Как ты думаешь, что означает слово падик? Падик? Подъезд. Карин, за гаражами там тусила, конечно, она знает. Не поли меня! Это такой паровозик. Падик это такой паровозик. Падик, паровозик. Паровозик, падик. Да. Слово падик означает подъезд. Паровозик, падик. Ты думаешь, что означает слово водила? Водитель. Водитель. Это плохое слово. Мат! Это мат! Материмся! Водила! Ты что, Полина, водила? Не мотаряйся! Пое слово, то есть матершина. Полина, ты не угадала, слово водила означает водитель. Ага, конечно. Ты думаешь, что означает слово переться? Переть. Чё прёшься? Куда ты прёшься? Ну, типа, переться идти. Да. Это значит, ты идёшь, идёшь, уставший. Это называется переться. Моя малышечка маленькая. Что означает слово шпора? Шпора обозначает, что это такие шторы. Шпорга. Шторы! Это такие шторы! Шпоры, Аполь, вон у нас шпоры висят. Будем подглядывать. Ты что, сними шпоры со штор? Я не могу. А штор? Да. Полина, ты была не права, это слово означает шпаргалка. Полина не знала, что такое шпаргалка. Ну? Я думала, что слово влом, это когда мы снимаем видео. Что? Влом? Ну, типа, лень. Ты не знаешь, что это? Я вообще не знаю, что я не управляю. Влом? Влом? Влом это, типа, ну, мне лень, типа, мне влом, я не хочу. Мне пофиг. Ну, типа, когда ты говоришь, мне лень. Можно сказать, влом. Ну, ты была права, типа, это когда мы снимаем видео. Влом, да. Ну, а тут вывести с таким лицом, потом еще шишнем. А я перепутала, я перепутала влог с влом. Я думала, типа, влог, да. А. То есть сейчас мы делаем влом. Влом обозначает, что тебе лень делать что-то. То означает слово кек. Я думала, слово кек, это когда тебе нечего сказать, ты просто говоришь слово кек. Ну да, а зачем еще слово кек? Ну да, по факту. Нет, кек вообще это, типа, ну, используют как, когда. Да, то же самое, что и лол. Когда тебе скинули какой-то кринж, и ты такой, типа, кек, лол. Ну, кек не, кек кринж. А лол, типа. А, что такое кринж, надо было спросить. Так там еще не было этого слова. А лол, типа, сейчас вообще, как говоришь, все используют лол, типа, лол, что. Ну да. Что такое запара? Это когда ты много запарился в бане, ты говоришь, запара. Это когда ты много запарился в бане, ты говоришь, запара. Я что-то перепарилась, ух, запара. И я что-то в бане перепарилась Ох, Запара Ты че, дурак? Они права, слово Запара Значит, проблема сложная Когда тебе сложно что-то делать, ты говоришь О, Запара В баньке попарилась Слушай, я вроде в ролике такая спокойная И как бы вот это Сразу показывает, ну, натуру, понимаешь? Сначала в ролике такая Да, ты правда так считаешь? Барилка, 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 вот крепила Как ты думаешь, что означает слово кадрить? Я думаю, что слово кадрить Подкатывать, кадрить Типа кадрю парня, типа вот ему и сладкий Такой красивый сегодня Типа такого Кудри накручиваешь кудри Да ладно Ты, короче, буквально каждое слово воспринимала Чисто Так, ну что, заканчиваем видео Да, оно уже такое коротенькое Слово кадрить означает познакомиться с человеком противоположного пола Как ты думаешь, что обозначает слово параша? О, параша О, параша Ну, это слово мы с Полиной каждый день сейчас произносим Параша, ну, типа, ну, фуфлок это говно Я думала, что это слово означает, что... Мне это платье дарила бабушка Мне это платье дарила бабушка Мне это платье сделал или тебе что-то не нравится Ты говоришь это слово О, означает двойка, то есть употребляется это слово в основном школьниками Чё? Параша двойка? Да это я в интернете гуглила Чё? Дочка, что ты сегодня получила? Парашу Чё? Короче, я дура Мам, я получила парашу Ну, вот, я сама не поняла, что-то тупая, что ли? Что-то еще вставку Не можете так Так, ты думаешь, что означает слово буянить? Буянить Ты что-то бьешь, бьешь, бьешь и никак не можешь давить Буянить означает бурно и шумно вести себя при алкогольном опьянении Ну, не только при алкогольном опьянении Ну, просто Карина каждый день у нас баянит Полина, иди в жопу, я вообще алкоголь не пью Без алкоголя, я говорю Кто думает, что вы думаете, что это слово жиза? Я думала, что слово жиза, потому что тебе что-то нравится в жизни, и ты говоришь, вот, это жиза Не Жизнь Вот это Капец, Полин, я тут на тебя смотрю, я что-то уже привыкла, я сейчас на тебя смотрю, думаю, ни хера ты выросла Жизненно Жиза Ну, это понятно Все, последние там слова Жиза Я пить хочу Я вообще своей сестры такого не ожидала, что она знает практически все слова, которые я называла сегодняшним видео Ну, короче, понятно, мы такие с Полиной лютые дурочки Малышки, можно сказать, при этом, которые еще даже нормально на камеру не могли говорить Да, причем тут камеры, мы это видео снимали на планшет, на мой, или на твой, или на маминой, я не помню На твой мы снимали Да, в общем, ребят, это было видео, самое настоящее ностальгия, мы сейчас с Полиной будем в рамку это письмо ставить, потому что оно с ним очень много всего связано Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ник вы сейчас видите на своих экранах, на Полине на инстаграм, обязательно подписывайтесь, там мы покажем вам еще раз вблизи все эти товары Спасибо вам огромное за просмотр И если вы хотите, чтобы мы еще посмотрели наши старые ролики, пишите об этом ниже в комментариях Я вас люблю, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok